В эфире Самарский телевизионный Вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! В Самаре ограничили движение транспорта по улице Земица. Это связано с капитальным ремонтом путепровода. Работы там уже начались. На это время разработан вариант объезда. Однако уже понятно, что неудобств автомобилистам не избежать. Рейсовые городские автобусы будут временно объезжать ремонтируемый участок по улице Победы, проспекту Кирова, затем по заводскому шоссе с выездом на улицу Земица. Стоит отметить, что все существующие остановки будут сохранены. Кроме этого, планируется отдельно запустить два дополнительных маршрута. Окончание работ запланировано на октябрь 2023 года. В Самарской области отопительный сезон завершится раньше срока. В этом году подачу тепла могут остановить, поскольку уже в марте показатели среднесуточной температуры воздуха превысили показатели предыдущего 2022 года. Об этом рассказали в областном правительстве. Стоит отметить, что согласно нормативам, основанием для завершения отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха плюс 8 градусов и выше, которая должна фиксироваться 5 календарных дней подряд. Напомню, в прошлом году отопительный сезон завершали в конце апреля. Жители 168-го дома во улице Неверова чувствуют себя забытыми и ненужными коммунальщикам. Уже много лет они наблюдают залежи пыли и мусора, который не убирают никто, кроме них самих. Подробности в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Дома, дороги отделяют только узкая полоска асфальта. Бордюр отсутствует. Зато есть много пыли и мусора, которое отравляет людям жизнь. Жители не могут даже лишний раз открыть окна в квартире. Да и прогулка оборачивается испытанием. С 2000 года у нас вот такая история каждый год. Вся улица выполнена, во-первых, с нарушением СНИП. Нет бордюров. Раз. С улицы все сметается на тротуар, и мы вынуждены ходить в сапогах, потому что в ботинках. Выйти прогуляться с ребенком невозможно. Даже дойти, вот идешь, клубы в этой пыли поднимаются. Все это несется. Это еще скажите спасибо, что я в свои 75 лет собираю и вожу две-три тележки. По словам местных, мусор не убирает никто, кроме них самих. Зимой же людей беспокоит другая проблема. Залеже снега, который также никто не убирает. Говорят, неоднократно обращались за помощью в соответствующей инстанции. Однако, как выражаются сами жители, ВОЗ и ныне там. Занимается этим управление благоустройством. Писали мы самому начальнику, а ВОЗ и ныне там. Никаких ответов нет. И там даже телефон ни один не отвечает. Прошлый год приезжал тоже СКАД. Наверное, через неделю, может быть, вышла эта программа. Один раз приехали, подмели, и на том дело конец. Все. Люди коллективно просят ответственной организации решить многолетнюю проблему, а именно построить бордюр и убирать территорию регулярно, хотя бы чаще, чем раз в год. Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ. В Самаре подросток ударил одноклассника ножом. Все случилось в школе номер 91. Конфликт произошел между двумя учащимися 2007 года рождения. Пострадавшего госпитализировали. По предварительной информации, школьник пострадал во время занятий. Причины инцидента будут устанавливать. На месте работают следователи и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Уроки в школе не отменили, но ограничили доступ в учебное заведение. Силовики опрашивают учеников, учителей, охрану, руководство школы, подозреваемого. Необходимо выяснить, как в школу принесли колюще-режущий предмет. Предварительно речь идет о ноже. Но откуда он предстоит выявить, сообщили в городской прокуратуре. В Самаре человека зажало между машинами. В Тольятти произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Тольяттинские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Подробнее об этом в обзоре происшествий. В Самаре человека зажало между двумя машинами. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина выходит из салона автомобиля. В какой-то момент машина начинает двигаться самостоятельно. Водитель спешки пытается остановить авто, но в итоге оказывается зажат между двумя транспортными средствами. Причем автомобиль буквально впечатывает своего владельца в бок, стоящий рядом на марке. По предварительной информации, в результате происшествия водитель серьезных травм не получил. ДТП с пострадавшими произошло в Тольятти. По материалам ГИБДД, 24-летняя женщина за рулем Лада Гранта двигалась по улице Самарская в направлении улицы Максима Горького. В пути следования напротив дома номер 143 при выезде со второстепенной дороги она не уступила автомобилю Датсун-Ондо под управлением 23-летней женщины. В результате столкновения иномарка въехала в забор. С места происшествия в больницу доставили 74-летнюю пассажирку Гранты и 21-летнюю пассажирку Датсун, где им назначено амбулаторное лечение. Тольяттинские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Как сообщили в областном главке, с карты местного жителя 1994 года рождения похитили свыше 4000 рублей. Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшего и установили, что его карты расплачивались в нескольких магазинах города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили пути отхода злоумышленника и примерный район его поисков. Спустя двое суток сотрудники уголовного розыска задержали его в одном из скверов города и доставили в отдел. Во время опроса задержанный вину признал и пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После продолжил оплачивать еду в других торговых точках. Теперь преступнику грозит наказание. Юбилейную дату отметил личный состав ОМОН на транспорте СМЕРЧ Управления Росгвардии по Самарской области. Уникальное подразделение смело можно назвать элитой разгвардейского спецназа. Его основная задача – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на узловых объектах транспортной инфраструктуры региона. Именно поэтому в составе отряда люди уникальных специальностей – водители речных судов, водолазы, инженеры-саперы, взрывотехники, кинологи – способные выполнять поставленные задачи в сложнейших условиях. Боевой путь транспортного ОМОНа начался в далеком 95-м. В ходе Первой Чеченской бойцам специального подразделения была поручена одна из самых ответственных задач – охрана транспортной инфраструктуры Чечни и Дагестана. Сейчас, выполняя служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции, личный состав продолжает вписывать новые славные страницы в историю отряда. Празднование юбилея началось с открытия мемориальной доски под полковнику полиции Денису Лазутину. Офицер спецназа героически погиб в сентябре прошлого года. После поздравления от руководства ведомства и ветеранов в подразделении состоялось награждение бойцов отряда государственными наградами. Последние пять лет наш ОМОН занимает лидирующие места, но ниже третьего места не опускался. На сегодняшний день наш транспортный ОМОН «Смерчи» является лучшим в Павловском федеральном округе. Скат отмечает свой день рождения. 33 года исполнилось первой независимой телерадиокомпанией в стране. Тысячи информационных и развлекательных программ, героев и событий. Сегодня коллектив телеканала не только подводит очередные итоги, но и строит планы на будущее. Скат появился в непростое для страны время, в эпоху перемен. Не случайно для многих телеканал явился глотком свободы и стал первым независимым в России. У истоков стояли люди, влюбленные в телевидение и в саму жизнь. Эту любовь сразу же ощутили и первые телезрители. Действительно, я припоминаю тот факт, что когда-то, в 90-м году, когда телеканал Скат только родился, у меня в общежитии, где жили мои родители, стоял маленький полуцветной телевизор. Были первые клипы, которые я увидел на телеканале Скат тогда. И все эти 33 года Скат где-то рядом со мной, в моем сердце. Скат всегда шагал в ногу со временем. Тысячи информационных и развлекательных программ, гостей, событий. Многим навсегда запомнились яркие декорации ток-шоу «Ваше утро». Два года назад программа вновь вернулась на экраны после перерыва и снова делает мир ярче. С днем рождения, Скат! Желаем процветания, внимательного и благодарного зрителя, интересных передач, долголетия и удачи! Ура! С днем рождения! С праздником! Стоит отметить и важную социальную роль телеканала. Четвертый десяток Скат освещает события, которые проходят в Самарской области. Флагманом телеканала была и остается информационная программа СТВ. Долгие годы именно корреспонденты Самарского телевизионного вестника ассоциировались у жителей с четвертой властью. Особого внимания заслуживает рубрика «Дежурный по городу», которая помогла решить сотни коммунальных проблем. За 33 года менялись события, лица и декорации, но неизменным оставалось одно. Все эти годы Скат был в эфире и работал для жителей Самарской области. Мы продолжаем делать это и сегодня. Показываем жизнь города на экране, обсуждаем актуальные общественные темы и знакомим телезрителей с интересными людьми. Я поздравляю своих коллег с праздником, а вы оставайтесь с нами. За всю историю в гостях на телеканале побывали многие известные личности. У большинства из них остались самые теплые воспоминания. Некоторые и сегодня не прочь заглянуть на огонек. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо за постоянное гостеприимство и хорошее настроение, потому что всегда приятно находиться у вас и тем более находиться в тот самый период, когда у Ската день рождения. Телеканал Скат продолжает творить историю и не стоит на месте. В эфир выходят новые полезные и интересные программы. Спик-шоу «Ваше мнение», «Топ-персона», «Разработки» и другие актуальные передачи. Никита Галочкин, Олег Галочкин, Ирина Игнатьева, СТВ. На Самарскую область оброшилась магнитная буря. Она продлится весь понедельник и вторник. Геоудары достигнут 4 баллов. Это весьма отразится на метеочувствительных людях. В периоды магнитных колебаний необходимо как можно бережнее относиться к своему организму. Далее обстановка будет успокаиваться. В этот период метеочувствительные люди могут испытывать недомогание. У гипертоников может повыситься артериальное давление, а у людей с пониженным давлением, наоборот, оно упадет еще ниже. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Метеочувствительным людям медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Это были все новости на сегодня. А далее интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimaski.ru Смотрите наши новости в телеграм-канале, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.